Привет, с вами Барен Веденский, это Дроидер, мы находимся в Токио. Не знаю, как для вас, а для меня одной из главных технологических загадок Японии были умные японские туалеты. И в этом видео я расскажу вам, что они умеют, зачем нужны все эти кнопочки, что они делают, и есть ли в этом какой-либо смысл. Для этого я пробрался в один из пафосных отелей и попробую проникнуть в местную уборную. Погнали! Едем на 24 этаж. В большинстве мест, где я побывал в Японии за пару недель, действительно, в основном встречаются примерно такие туалеты. Они отличаются различными наворотами и функциями, но многие базовые вещи одинаковые. Первое, что умеет делать умный стульчак, это определяет, что на него сели и собираются им пользоваться. Есть два способа это сделать. В основном попадают инфракрасные датчики, такие черные панельки. А в более навороченных случаях, как вот здесь, используется сенсор давления или масса. Все это ничего особенного. Главные навороты находятся внутри, на самом деле, и вот на этом пульте на стене. Более крутые варианты имеют у нас на пульте. Вот здесь, в более простецких местах, можно встретить пульт где-нибудь здесь сбоку. Фишка, которая меня здесь удивила больше всего, обозначена на этом пульте словом privacy. Нажимаем ее. И начинаем слышать странные звуки. На самом деле, это функция извлечения дополнительных звук, которые скроют от людей, находящихся снаружи, то, чем вы занимаетесь. А то, как будто они не догадываются. Звук достаточно противный. Обычно это какой-то непонятный звук природы, журчащий ручеек. Но, в общем, такая опция есть. Ставьте лайк, если вы, как и японцы, за частоту во всех проявлениях. И подписывайтесь на канал, если вы не ожидали, что дроидер опустится до таких низов и низменных тематик ради вашего просвещения. Практически у всех белых друзей есть подогрев сидения. На некоторых его можно регулировать. Возможно, вот что-то из этого как раз отвечает за него. И еще одна базовая вещь — это биде. В общем, когда вам оно нужно, нажимаете кнопочку. Когда не нужно, нажимаете стоп. Еще почти на всех стульчиках я видел специальное женское биде. Оно, понятно, немножко отличается по своей цели, а по сути оно отличается, в общем-то, углом наклона вот этой штуковины, которая брызгает. Также у биде можно отрегулировать силу напора. На некоторых можно отрегулировать температуру. Ну и, как правило, водичка там по умолчанию достаточно теплая. После того, как все действия с биде закончены, у пафосных образцов можно включить даже функцию сушки или фена. Это прям вообще лайкос, честно вам скажу. Ну а на этом девайсе еще есть функция под названием Diodorizer. Это, видимо, освежитель воздуха, хотя я не особо чувствую. В итоге, после двух недель эксплуатации подобных девайсов, я вам так скажу. Определенная рация в этом есть. Это не какой-то бред или абсолютно нужная вещь. Главный смысл в том, что такие устройства повышают уровень гигиены и уровень комфорта. И это однозначно плюс. Я, честно говоря, привык и не знаю, как буду в Москве отучиваться. Ну а вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на Diodor. С вами был Барян Веденский. Лайк влепите, если понравилось это видео. Стараемся для вас. До встречи в будущем.